В субботу на стадионе Торпедо уже в седьмой раз подряд прошли трековые автогонки на кубок главы города Шадринские огни. Все эти годы Алексей Кокорин поддерживал соревнования и вручал главный приз. Поэтому именно он традиционно дал старт автогонкам. Прекрасный солнечный первый весенний день, погода замечательная, настроение у зрителей, у болельщиков, у участников соревнований нормальное, боевое. Я думаю, что сегодня гонщики покажут хорошие, красивые заезды, понравятся зрителям. В этом году, в день своего рождения, Алексей Кокорин прибыл в родной город уже в новом качестве. В связи с этим статус гонок изменился и в ходе суперзаезда разыгрывался еще один приз – кубок Рио-губернатора. Вот так уже случилось, что в свой день рождения я всегда провожу какие-то спортивные мероприятия, или лыжные гонки, или подобные трековые гонки на автомобилях. Поэтому хорошо, что данная традиция соблюдается. Я думаю, что мы вот этот формат переведем на более высокий областной уровень. И свой день рождения нужно отмечать именно рядом со спортсменами здоровый образ жизни. Вперед, все у нас получится с вами. Трибуны стадиона «Торпеда» в первый весенний день были переполнены, а в соревнованиях приняли участие 12 ведущих гонщиков Уральского федерального округа. Очень сложно судить, я никогда не берусь делать выводы перед началом соревнований. Все спортсмены готовы, все спортсмены раньше готовились, все хотят выиграть. Я думаю, что победит сильнейший. В спорткары гонщиков не раз вылетали с трека, иногда даже в центр стадиона. После серии квалификационных и финальных заездов в битве за Кубок главы города Шадринска первое место занял Екатеринбуржец Вячеслав Русаков, который в 2011 и 2012 годах уже был победителем гонок. Шадринский спортсмен Максим Кудряшов, лидер прошлогодних соревнований, за которые болел весь стадион, не рассчитал возможности двигателя своего автомобиля. Лед только сейчас стал мягкий, потому что температура уже плюсовая, рыхло, как бы мотором встает тяжело. Моторчик слабоватый у нас в этот раз, с другого класса, чуть послабже. То есть на предыдущих соревнованиях выступали в другом классе. В суперфинале в борьбу вступили гонщики с наилучшими результатами по сумме предыдущих заездов. В результате суперкубок в Рио-губернаторе Курганской области завоевал Екатеринбуржец Александр Певзнев. Кубок и денежный приз победитель получил из рук Алексея Кокорина. Василий Муухин, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Информационный агент «Стекоргангрупп».